Здравствуйте, друзья! С вами я, Людмила Данила. И сегодня мы в программе PowerPoint от Microsoft сделаем такую анимацию рисунка, где цветная часть появляется поверх черно-белого рисунка и выплывание текста снизу. Вот, к примеру, у меня такие слайды получились. Итак, приступим. Создадим пустой слайд. Зайдем вставка, рисунок, выберем картинку, расположим, как нам надо, скопируем ее в буфер обмена, нажмем правой кнопкой, зайдем в формат рисунка, зайдем в цвет рисунка, заготовки и выберем оттенки серого. Закрыть. Теперь зайдем в вставка, фигуры и выберем прямоугольник. Нарисуем на том месте участка, где будем выделять какой-то объект конкретно. Например, немножко сделаю повыше, по высоте сделаю, нажимаю правой кнопкой на фигуру, еще раз и захожу в формат фигуры. Выбираю градиентную заливку. Оставляю здесь линейный, угол 90, но вот цвет я поменяю. В первой точке возьму белый и сделаю прозрачность, где-то примерно, пусть будет 55%. Вторую точку я удалю, нажму на последнюю точку и возьму тоже белый и прозрачность возьму 100%. Зайду в цвет линии, нет линии. Закрыть. Вот такая масочка получилась. Теперь зайдем в главное, выделить область выделения. И пока скрою видимость моих рисунков. Вставлю свой рисунок с буфера обмена. И теперь мне нужно будет вырезать именно такой кусочек, который я хочу выделять. Скажем так. Нажимаю работа с рисунком, обрезка, обрезка и тяну за уголочки. Так, сейчас посмотрю. Да, вот эта часть будет у меня цветной. Далее сделаю немножко масштаб меньше, чтобы лучше видно было. Теперь вставляем еще один прямоугольник. Заходим в вставка, фигуры, прямоугольник. Рисуем такой же прямоугольник, немножечко шире, чем наш рисунок. Вынесем его за предел слайда. Вот сюда поставим. И добавим на него анимацию. Нажимаем анимация. Выбираем пользовательский путь. И рисуем от, примерно от середины нашего прямоугольника. Ставим курсор, зажимаем левой кнопкой. И тянем вправо. Рисуем. Примерно так. Сюда он выйдет. Теперь не отпуская кнопки, левой кнопки мыши, рисуем обратную часть до середины нашего рисунка. Нажимаем дважды левой. Делаем после предыдущего, то есть после слайда, длительность 2 секунды. Просмотрим, что у нас получилось. Так, немножечко сделать выше. Теперь нажмем на фигуру. За правой кнопкой форматы фигуры. Выбираем сплошную заливку. Цвет белый. И сделаем прозрачность 100%. Зайдем в цвет линии и сделаем цвет линии белым. Закрыть. Сделаем видимыми наши рисунки. Нажмем на первый прямоугольник. Вот видите, у меня выделился прямоугольник 2. Так, область анимации еще зайду. И добавим на прямоугольник, чтобы вам лучше было видно, я скрою те рисунки. Нажму на прямоугольник и добавляем анимацию. Выцветание. Делаем с предыдущим. Длительность 0,50. Опять добавляем на этот же прямоугольник анимацию. Нажимаем добавить анимацию. Выбираем линии. Делаем с предыдущим. Заходим в параметры эффектов. Направление вниз, но мы делаем обратить направление пути. То есть, нажимаем сюда, и у нас меняется путь. Нажимаем на зеленую, вот треугольничек, и немножечко его опустим. Длительность 2 секунды оставим. Сделаю видимым рисунки и просмотрим. Теперь добавляем на рисунок, который мы вырезали. Эти рисунки я скрою. Вот он рисунок у меня под номером 3. Выбираем анимацию. Выцветание. Делаем ее с предыдущим. Длительность 50, а вот задержку мы сделаем 1 секунда 50. Делаю видимыми другие рисунки и просматриваем. Отлично. Теперь, друзья, напишем какой-то текст. Для этого я скрою остальные рисунки и зайду в вставка, надпись и, например, вот здесь напишу текст. Подберите шрифт текста, размер текста, цвет текста. Пусть у меня будет так. Например, расположение текста. Я его приподниму, например, вот сюда. И теперь на текст добавим анимацию. Заходим в анимацию и выбираем плавное приближение. Делаем с предыдущим. Параметры эффектов берем выплывание вниз. Длительность ставим 2 секундочки и задержка у нас будет 1 секунда 50. Делаем видимыми рисунки и нажимаем просмотр. Вот таким образом можно сделать такую простую анимацию. Желаю всем творческих успехов! Субтитры создавал DimaTorzok